Крым славится на всю Россию и за ее пределами винами и фруктами, эфирными маслами, судостроением и крупными химическими предприятиями. В нашей программе рассказ о том, что создается в Крыму и какие новые технологии применяют на полуострове и каков наш вклад в общее дело импортозамещения. Ну вот, колесо пора менять. Ну и куда его теперь девать? Каждый год эту свалку пополняет тысячи таких покрышек. Разлагается в природе такая шина за 140 лет. Представляете, в какое количество шин может скопиться, если их не утилизировать? Можно оснастить ими детскую площадку, такой а-ля Совьетик. Или сделать вот такие модные аксессуары во дворе. В других странах, например, покрышки перерабатывают на очень полезные вещи. Что экологично, то модно и полезно. Плитку и бесшовные покрытия из резиновой крошки начали активно применять в России не так давно. Оказывается, делать чудеса из отслуживших свое покрышек может компания Крымэкоплитка. Именно туда мы сейчас и направимся. И вот нам выпал шанс увидеть все своими глазами. Так сказать, процесс производства изнутри. На территории полуострова производство экоплитки налажено в Евпатории и Севастополе, в Симферополе и Керчи. Мы решили заглянуть в самый отдаленный географический регион Крыма, где производят экоплитку – Керчь. Сейчас мы увидим процесс производства изнутри. Крымэкоплитка Из отработанных шин получается готовая продукция – резиновая плитка. Процесс достаточно сложный технологический. Поступают шины к нам сюда на временный склад, после чего шины поступают в цех. Происходит отделение частично металлического корта, внутреннего корта на покрышке. Затем делится на равные части, мы называем их чипсами. После чего они поступают на линию по переработке шин, где в закрытом цикле полностью происходит отделение металлического корта от текстиля, от покрышки. И в дальнейшем выходит крошка в трех фракциях. После чего отвешенная продукция – резиновая крошка – поступает в цех по производству резиновой плитки, где путем смешивания с компонентами, пигментом, связующим веществом и путем прессования происходит процесс производства резиновой плитки. После чего она поступает в сушильную камеру, и в течение 24 часов происходит сушка плитки, после чего она поступает сюда к нам на склад уже готовой продукции. Процесс полностью экологически чистый, весь процесс занимает порядка 24 часов. Продукция, которая поступает к нам на склад, резиновая плитка – это готовая продукция, она полностью сертифицирована, отвечает всем требованиям, которые сегодня предъявляются Российской Федерацией. Наша продукция применяется очень широко, во многих городах Крыма сегодня уже представлена наша продукция, и прежде всего мы ее представляем сегодня в детские сады, школы, представляем спортивные сооружения, представляем различные места отдыха. Одним из таких крупных объектов является Керченская паромная переправа, где мы выполнили работу по покрытию пандусов. Переработка – процесс серьезный. Ненужные шины превращаются в замечательную полезную вещь. Мы смогли убедиться, что эти резиновые покрытия делаются из совершенно безвредных материалов, производство безотходное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все началось достаточно просто из собственной необходимости. То есть поставили детскую площадку и обнаружили, что дети после дождя не могут на ней спокойно поиграть, потому что образуются лужи, грязь. Начали поиски плитки в Крыму резиновой, потому что это популярно в России. То есть в Крыму начали поиски и обнаружили, что здесь этого нет. Также нет и сырья для производства плитки, захотели сами ее сделать. Таким образом, из одной детской площадки для наших детей родилось три завода. И сейчас нами благоустроено уже более 20 садиков в Крыму. И в дальнейшем планируется только рост и расширение этой индустрии. На 80% все изделия состоят непосредственно из резины, а на 20% это из полиуретанового связующего. Это сложный компонент, это живой материал, который является, по сути, самым дорогим связующим во всех изделиях. И именно он обеспечивает абсолютную экологичность и соответствие всем ГОСТам и сертификатам. Мало того, это еще и пожаробезопасно, травмобезопасно, а для многих практичных людей это способ забыть о ремонте напольных покрытий на 5, 10, 15 лет. Если мы говорим о переработке шин, то с 2016 года мы стали необходимым звеном в утилизации шин на территории Крыма. Единственным заводом, по сути, который именно перерабатывает шины, а не утилизирует их с некими выбросами в атмосферу. И нашими клиентами являются все и физические лица, и малые компании, и крупные предприятия. Ежели говорить уже в дальнейшем о каких-то изделиях, то есть резиновых покрытий, а их более 100 наименований, это от наливных дешевых покрытий для крупных объектов, таких как теннисные корты, стадионы и так далее, то это, соответственно, крупные пансионаты, спортивные объекты и такие сооружения, которые планируются в дальнейшем строить в Крыму, связаны с развитием спорта. В чем преимущество именно самой плитки, что ее может позволить себе любой владелец частного дома, просто в преддомовой территории, просто хоть даже коврик на балкон кинуть или под машинку стирать, чтобы она не дребезжала, то есть, в принципе, это для всех. И мы взяли для себя главной целью, чтобы это было здесь так же доступно, как и на территории всей России, чтобы ни в коем случае логистика не влияла на ценообразование. А сейчас мы все проверим вместе с детками. К погоду упадешь вниз и не испачкаешь одежду. Помни очки, падать не больно. На площадке уже нет. В любую погоду можно играть. Преимущество данного покрытия в том, что оно достаточно стойкое. И использовать его можно не один, не год, не два, не три, а достаточно долгосрочно, и оно сохраняет свои все функции, для которых предназначено. Я работаю инструктором физической культуры. Эта площадка оснащена хорошим покрытием. Покрытие мягкое, не скользит. Соответствует всем требуемой безопасности. Скоро будем спортивную площадку оснащать именно таким покрытием. Но насколько просто устанавливать эту плитку, и какие виды популярнее всего, мы отправились узнать на склад готовой продукции в Симферополе. Мы находимся на складе готовой продукции. Здесь было принято решение произвести и разместить максимально популярные позиции по плитке для разного вида оснований. То есть вот мы видим плитку здесь толщиной 30 мм. Как правило, для спортивных объектов она используется. То есть на ней можно спокойно выселить любую баскетбольную, футбольную площадку, бегать. И она выстилается на твердое основание. А дальше популярная позиция. Она имеет толщину, соответственно, 40 мм. И имеет углубление под укладку на грунт. То есть не имея особых навыков в строительстве, можно просто выселить песочек и сверху плитку. Как завод-производитель можем подстраиваться под клиентов. И нами недавно была произведена новая плитка. Из пожеланий многих клиентов, чтобы она была доступнее по цене. Соответственно, она идет тоньше. И чтобы не требовало большой подготовки оснований. Вот так выглядит 100 квадратных метров. Такое покрытие применяют на детских и спортивных площадках. От маленьких для сдачи норм ГТО до огромных стадионов и комплексов. Мастят тротуары, покрывают лестницы, скользкие ступеньки, мрамор, кафель. На таких не подскользнешься и травмы не получишь. Именно поэтому популярно это покрытие у тех, кто устанавливает бассейны. На детскую площадку, покрытую такой плиткой, можно смело отпускать непоседливых малышей. Коленки не разобьют, одежду не испачкают. Кроме того, это покрытие обладает шумопоглощающими свойствами. Не боится резких перепадов температуры и гораздо более износостойкая, нежели привычный асфальт. А деформировать ее очень и очень сложно. Это значит, что прослужит она много лет. Многие отдают предпочтение бесшовным резиновым покрытиям. Они хоть и стоят дороже, но выглядят эстетичнее, а в эксплуатации еще и практичнее. Причем монтаж входит в стоимость такого покрытия, а квалифицированные специалисты компании Крым и Коплитка произведут его быстро и надежно. Укладка возможна на твердые основания, уплотненный грунт, бетон, асфальт, дерево и даже металл. Специалисты компании Крым и Коплитка подготовят основания на любом виде грунта и при надобности демонтируют или восстановят старое. Продукция компании Крым и Коплитка соответствует ГОСТам. Что ж, тест на полезность «Экоплитка» прошла. Создана в Крыму. Наш достойный вклад в дело импортозамещения. Знай наших! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова